Привет, друзья! Сегодня хочу поговорить с вами, как мне казалось, на весьма банальную тему, как продать автомобиль. Но чем больше мы с вами общаемся, тем лучше я понимаю ваши интересы. Поэтому обязательно напишите в комментариях, что вам было бы интересно или полезно услышать от меня. И не забудьте подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. Та-дам! Эксклюзивные звуковые эффекты в день обращения. Оказалось, что многие автовладельцы нуждаются в помощи или совете в таком нехитром деле, как продажи автомобиля с пробегом. Сейчас постараюсь дать максимум практических советов на эту тему. Как подготовить автомобиль, как составить объявление, совершить сделку, заплатить налоги, а также расскажу, как взаимодействовать с подборщиками, перекупщиками и прочими двуногими от мира автобизнеса. Это видео про то, как продать свой собственный, честный и справленный автомобиль. Не ждите, что я буду рассказывать о том, как скрывать недостатки, чтобы обмануть покупателя. Но что же делать с недостатками, если они есть? Вариантов всего два. Либо дать скидку на автомобиль с измеримым недостатком, либо устранить недостатки. Э-э, я ведь мужчина. Ну, у каждого свои недостатки. Как ни странно, если перекупщики часто стараются обесценить недостатки автомобиля в глазах покупателя, мол, все это мелочи, то автовладельцы склонны переоценивать недостатки. Часто это относится именно к косметическим недостаткам. Там скол, там небольшая притертость, мелкая царапина и тому подобное. Но автовладелец с обостренным чувством справедливости считает своим долгом покрасить половину машины, потому что попросту ему неудобно выставлять машину в продажу с такими недостатками. Еще чаще это происходит, когда автомобиль застрахован от ущерба. Тогда автовладелец норовит покрасить за счет страховой компании каждую кузовную деталь с микроскопическим повреждением. Это не всегда оправдано. Часто небольшую царапину можно заполировать, а мелкий скол подкрасить локально. Не нужно забывать, что в Москве большое количество вторичных окрасов деталей кузова на свежем автомобиле считается недостатком и снижает его ликвидность. Может оказаться так, что вы потратите деньги на малярку, а потом потенциальный покупатель попросит у вас скидку, отмечая эти окрасы, как недостатки. Но и здесь не заблуждайтесь. Если вторичные окрасы косметические, а под краской нет толстых слоев шпаклевки, которые выравнивали деталь после серьезного удара, то ничего смертельного в этом нет. Разве что при прочих равных ваш автомобиль проиграет в конкурентной борьбе за покупателя автомобилю без вторичных окрасов. Да и об этом не переживайте. Автомобиль без окрасов быстро будет продан и ваша машина останется равной среди равных. Если вашему автомобилю более пяти лет и у него пара-тройка косметических окрасов, это совсем неплохо. Конечно, каждый случай индивидуален, но если мы говорим о мелких косметических дефектах, то чаще всего, да и проще всего оказывается продавать машину как есть. Объективный совет здесь дать сложно, так как оценивать ваше решение будут субъекты со своим собственным взглядом на мир. Один человек будет охать из-за мелкой царапины и сожалеть, что вы не покрасили деталь, а другой наоборот скажет, зачем покрасили, теперь на машине лишняя окрашенная деталь. А кто-то вообще не примет это за недостаток и будет эксплуатировать автомобиль как есть. Также посмотрите на это с такой стороны, если я покупаю автомобиль, на котором недавно покрашено несколько деталей и мне неизвестно кто окрасил, какими материалами, с применением каких технологий, то это вызывает сомнения. Тем более, что перед продажей продавец старается сэкономить и скорее всего поедет в самую недорогую малярку. А если я купил автомобиль с косметическим недостатком, то я сам выберу малярную мастерскую и получу там гарантию на работу. С точки зрения уверенности в своем автомобиле я это вижу более рациональным. Если же повреждение настолько масштабное, что его видно даже на общих планах фотографии вашего автомобиля, то вероятно стоит окрасить деталь, чтобы не отпугивать потенциальных покупателей. Если уж решите что-то покрасить, то сделайте фотографию повреждения до покраски, чтобы показать покупателю, что ничего страшного под краской нет. Короче, всем не угодите. О каких еще недостатках стоит беспокоиться при продаже автомобиля с пробегом? Если что-то стучит в подвеске, это лучше исправить просто потому, что при элементарном тест-драйве, который является атрибутом базовой проверки, стук проявит себя и это не добавит плюсов в пользу вашего автомобиля. А исправить стуки в подвеске, скорее всего, не окажется чрезмерно дорого. Не обязательно менять всю подвеску, если механика рекомендует это сделать. Избавьтесь от явных проблем. Вы не обязаны продавать новые автомобили. Покупателю следует понимать, что автомобиль с пробегом может иметь некоторые недостатки и требовать некоторых инвестиций после покупки. Также следует избавиться от любых посторонних звуков, издаваемых вашим автомобилем, которые могут смутить потенциального покупателя. Рычит глушитель, свистит ремень, визжат колодки? Устраните. Если есть очевидные неисправности основного оборудования, не холодит кондиционер, не работает стеклоочиститель, сломался один стеклоподъемник, заправьте, почините. Такие, казалось бы, мелочи могут создавать впечатление неухоженного автомобиля. Стоит ли говорить о лампочках внешнего и салонного освещения? Все неработающие лампочки менять обязательно. Экономия пару сотен рублей на лампочке может испортить впечатление от автомобиля. Кроме того, это может вызвать сомнение у покупателя, почему продавец не заменил лампочку, ведь это недорого. Возможно, проблема не в лампочке, а в электрике. Если аккумулятор слабый, есть шанс, что он подведет в ответственный момент, и машина не заведется, когда вы показываете ее потенциальному покупателю, рекомендую его заменить. На это стоит обратить особое внимание, если продаете машину зимой. Вчера было минус 5, машина заводилась, сегодня приехал покупатель, на улице минус 20, машина не заводится. И это точно не станет поводом купить ваш автомобиль. Если салон автомобиля сильно загрязнен, стоит его хорошенько почистить. Когда покупатель видит комья грязи на полу автомобиля, это не добавляет ему желания покупать ваш автомобиль. Если на тканевой обивке сидений есть очевидные пятна, стоит провести химчистку салона. Откройте капот, осмотрите шланги, патрубки на наличие течи, а также уделите особое внимание осмотру двигателя. На нем не должно быть следов масла. Если все в порядке, все сухое, но пыльное, не стоит мыть подкапотное пространство. Сухая пыльная подкапотка позволяет покупателю убедиться в том, что течи отсутствуют. А вот если вы помоете подкапотное пространство, это наведет покупателя на мысли, что таким образом продавец пытается скрыть течи. Если же течи или замасливание двигателя, очевидно, узнайте, сколько стоит устранение этих недостатков. Возможно, необходимо всего лишь затянуть хомут, поменять патрубок или сменить прокладку клапанной крышки двигателя. Это несущественные затраты, которые позволят вашему автомобилю предстать перед покупателем в лучшем виде. В этом случае после ремонта можно помыть подкапотное пространство, смыв старые следы утечек. Обязательно сохраните заказ-наряд на ремонт, чтобы объяснить покупателю, что была незначительная течь, она устранена, после чего подкапотка помыта. Что касается документов на обслуживание, можно сказать определенно. Старайтесь сохранять все заказ-наряды, чеки на покупку запчастей и прочее. Это не только позволит сохранить гарантию на выполненные работы, но и поможет покупателю удостовериться в том, что автомобиль обслуживался своевременно и в полной мере. Когда автомобиль готов к продаже, пора его оценить. Однозначную идеальную инструкцию здесь дать невозможно. Просто откройте самый популярный сайт объявлений по продаже автомобилей в вашем регионе и посмотрите, сколько просит за аналогичный автомобиль. Учитывайте все параметры. Поколение, год выпуска, пробег, количество владельцев, комплектацию, мощность двигателя, если она может отличаться, тип коробки передачи, тип кузова, оригинальный ПТС или дупликат и прочее. Пока не думайте о мелких царапинках. Они есть и у конкурентов. Анализируйте основные параметры. Устанавливая цену на автомобиль, сделайте поправку на то, нужно вам продать машину дорого, но дольше или дешевле, но быстро. Если ваш автомобиль состоит из одних преимуществ, маленький пробег, вы единственный владелец, без вторичных окрасов, обслужен, а также вы выполнили хорошую предпродажную подготовку, то не стесняйтесь задрать цену. Вас его заберут по верхней цене рынка. Мониторьте цены конкурентов. Изучите их объявления. При желании можно даже прозвонить ближайших по цене и параметрам продавцов, чтобы расспросить их об автомобилях. Что спрашивать у продавца, я рассказывал в третьей части своего руководства, как выбрать и проверить автомобиль с пробегом. Если звонков нет, то через 1-2 недели после публикации объявлений цену можно понемногу опускать. Ну и раз уж речь зашла про объявления, то перейдем к теме создания вашего объявления о продаже автомобиля. Ничто не является более важным в объявлении, чем фотографии автомобиля. Используйте фотоаппарат или смартфон с достойной камерой. Фотографии должны быть четкие и сочные. Делайте фотографии на улице в светлое время суток. Желательно в солнечную погоду, без осадков. Не используйте помещение парковок для фотосессии. Само собой, кузов автомобиля должен быть чистый. Автомобиль должен занимать почти весь кадр с минимальным фоном по краям. Не нужно фотографировать автомобиль издалека. Тем не менее, уделите немного внимания и фону. Выберите симпатичную локацию. Не обрезайте автомобиль в кадре, чтобы скрыть номерные знаки. Лучше использовать любой редактор изображения или даже просто закрыть номер бумажкой. Сделайте фотографии со следующих ракурсов. Ровно спереди и сзади, ровно справа и слева. А также 4 фотографии с каждого угла автомобиля. 8 фотографий внешнего вида вполне достаточно. Не нужно фотографировать каждую микроскопическую притертость и каждую вмятинку размером с 10 копеек. Подобные недостатки есть и на автомобилях у ваших конкурентов. Но публикуя такие фотографии, вы просто отсекаете большую часть потенциальных покупателей. Кроме того, на фотографии мелкое повреждение крупным планом может выглядеть отталкивающе. Хотя в жизни его даже не найти. Все повреждения, заслуживающие внимания, будут видны на общих планах автомобиля, если он будет занимать весь кадр. Сделайте фотографии салона автомобиля. Как я писал выше, салон должен быть чистый, а также уберите все личные вещи из кадра. Сделайте фотографии со следующих ракурсов. Через открытую дверь водителя, чтобы в кадр попадал руль, сидение водителя и пол под ногами водителя. Сделайте общую фотографию передней части салона, находясь на заднем сидении. А также отдельные фотографии руля крупным планом, сидение водителя, включая боковую часть сидения и подушки боковой поддержки. Сделайте фотографию кнопок на двери водителя, а также крупную фотографию ручки переключения передач. Фотографируйте задний диван. Также не лишним будут фотографии багажника и подкапотного пространства. Это базовый набор фотографий. Но если в вашем автомобиле есть то, на что стоит акцентировать внимание, как на конкретные преимущества, то сделайте дополнительные фотографии. Приложите к объявлению фотографии сервисной книжки с отметками прохождения ТО, заказ нарядов, комплекта ключей. Не забудьте скрыть личные данные на фотографии документов. Это, пожалуй, все, что касается фотографий. Посмотрите видео, в котором я рассказываю о том, на что обратить внимание при покупке автомобиля. Постарайтесь максимально точно заполнить данные по комплектации, если сайт предоставляет такую возможность. Ведь если покупатель ищет максимальную комплектацию автомобиля, в которую входит, например, вентиляция передних сидений, но вы не укажете эту опцию в анкете, то ваше объявление просто не попадет в выборку покупателя, он просто его не увидит. Уделите этому внимание. Все данные технические характеристики должны быть заполнены максимально точно и полно. Если сайт предлагает ввести ВИН автомобиля, чтобы предоставить покупателям базовые данные проверок, обязательно введите ВИН. Объявления без ВИН вызывают подозрения и отталкивают в первую очередь. Перед размещением объявлений проверьте свой автомобиль хотя бы на ГИБДД РФ в разделе «Сервисы», чтобы убедиться, что на автомобиле нет ограничений на регистрационные действия. Ведь если вы забыли оплатить какой-то штраф, и он попал в работу судебным приставом, то пристав может наложить такое ограничение. О чем упомянуть в текстовом описании объявления? Начните с перечисления преимуществ вашего автомобиля. Если обслуживали только у официалов, напишите об этом. Если машина еще на гарантии, не забудьте упомянуть. Если кузов вашего автомобиля без вторичных окрасов, стоит это рассказать. Если что-то недавно меняли, например, аккумулятор или ремонтировали подвеску, напишите. Если повреждений кузова и салона автомобиля нет, не стесняйтесь об этом похвастаться. Если в комплекте с автомобилем отдаете второй комплект резины, видеорегистратор, дополнительно установили парктроники, пишите. Если машина, например, 15-го года выпуска, но куплена в 16-м, как нередко бывает, донесите и это до потенциального покупателя. Отдельно можно прямо заявить, что вы не перекупщик. Укажите, как долго владеете автомобилем. Напишите, что машина на учете в ГИБДД на ваше имя, если это именно так. Опять же ссылаюсь на третью часть своего руководства, где я рассказывал про вопросы продавцу. Постарайтесь ответить на максимальное количество этих вопросов уже в объявлении, чтобы не тратить на это время в разговоре по телефону с каждым потенциальным покупателем. Пишите правду. Ложь в объявлении не добавит желания купить ваш автомобиль, если это вскроется при его осмотре. Где размещать объявления? Однозначно стоит разместить объявления на Автору и Авито. Они являются самыми популярными в Москве, да и во всей России занимают не последнее место рейтинга. А также следует разместить объявления на Дром.ру. Во многих регионах он наиболее популярен. Неоднократно сталкивался с людьми, которые искали автомобиль в Москве на сайте Дром, даже не заглядывая на Автору, будучи уверенными, что Дром максимально популярен в Москве. Так что в любом случае, Дром не проходите мимо. Сомневаюсь, что стоит размещать объявления на других ресурсах, ввиду их малой популярности. Но если хотите получить максимальный охват, то можете обратить внимание на следующие сайты. Юла Авто, Карсгуру, Автонет, Бибика, Автонавигатор, Автодмир. Что касается общения по телефону, могу сказать следующее. Приготовьтесь к тому, что вам придется отвечать на одни и те же вопросы покупателей несколько раз в день. Иногда натыкаюсь на продавцов, которые реагируют на стандартные вопросы так, как будто это именно я звоню несколько раз в день и спрашиваю одно и то же. Примите факт, что смысл некоторых вопросов вам может быть непонятен. Например, у некоторых вызывает раздражение то, что я спрашиваю, вписан ли он в ПТС. Как будто это очевидно, иначе быть не может. Он указал, что он хозяин. Перекупщик тоже хозяин, но в ПТС может быть не вписан. А может быть и вписан, но машина стоит на учете на имя другого человека. У вас задача продать машину, а не дать оценку интеллекта и психологического состояния каждого позвонившего. Короче говоря, стоит понимать, что вы продаете не коробок спичек, а автомобиль. И следует потрудиться ответить на вопросы потенциального покупателя по телефону перед тем, как он приедет осматривать автомобиль. Не стоит использовать тактику, приезжайте и смотрите, мне некогда с вами разговаривать. Не нужно думать, что 5 минут вашего времени на разговор более ценные, чем 2-3 часа времени покупателя, которому придется приехать на осмотр автомобиля. Если ваши 5 минут действительно настолько ценные, сдайте машину в трейд-ин любому официальному дилеру и не тратите время на продажу по объявлению. Да, вы потеряете процентов 10-20 от реальной стоимости автомобиля, зато сэкономите драгоценное время, если основная задача заключается в этом. Если покупатель просит вас куда-то приехать, чтобы показать автомобиль, отказывайтесь. Кроме банальной наглости, это может быть и мошенничество. Могут звонить из автосалона со словами, у нас есть покупатель на ваш автомобиль, приезжайте, мы его проверим, и он его заберет. Доверчивый продавец приезжает в такой автосалон, подписывает какие-то документы, а потом выясняется, что якобы покупателю не выдали кредит, а вам надо оплатить предпродажную подготовку. Или оставить машину на реализацию в этом говносалоне. Еще могут звонить из контора выкупа автомобиля или продажи с аукциона. Когда задача быстро продать и цена не важна, можно воспользоваться подобным сервисом. Но по рыночной цене там машину не продать, 10-20-30 процентов вы потеряете. Если покупатель в телефонном разговоре просит прислать ВИН, номер свидетельства о регистрации или госномер, то не стоит на это реагировать с подозрением. В продаже очень много автохлама, если не проверять каждый автомобиль по базам данных перед осмотром, то не хватит никакого времени ездить по каждому объявлению. Сейчас просят прислать ВИН для проверки уже не только подборщики или перекупщики, но и обычные покупатели, так как сервисы проверки автомобилей стали достаточно популярны. Если уже по телефону потенциальный покупатель просит большую скидку, скорее всего это перекупщик. То, что он сторгует от реальной стоимости автомобиля, это и есть его основной заработок. Конечно, он потом еще скрутит пробег, чтобы дополнительно увеличить стоимость автомобиля, но это уже совсем другая история. Если покупатель вам рассказывает про то, что вон там продается такой же автомобиль, но дешевле, отправляйте его покупать вот тот автомобиль. А у вашего автомобиля есть своя цена, не нужно поддаваться давлению покупателя. Иногда подборщик тоже может спросить по телефону вашу окончательную цену, если ваш автомобиль продается немного выше доступного ему бюджета. Если вы заложили в цену некоторый торг на существующие недостатки автомобиля, можете обозначить ему нижний порог цены или узнать у подборщика его бюджет на покупку, чтобы выяснить, интересно ли вам предложение друг друга. Очень часто встречаются случаи, когда перекупщик называет себя подборщиком. На осмотре он всячески пытается очернить вашу машину, в том числе прибегая ко лжи, в попытках сбить цену. В своем большинстве нормальные подборщики так не делают. Задача нормального подборщика сделать выводы для себя, для своего клиента, а не убеждать в чем-то продавца. Самая простая и эффективная тактика в этом случае, просто не обращать внимания на то, что говорит такой псевдоподборщик. Вот машина, осматривай, проверяй, хочешь покупай, хочешь не покупай. Несколько слов о торге. Когда вы изначально установили цену на автомобиль выше среднерыночной, что справедливо, если автомобиль достойный, то можно заложить в цену небольшой торг. Это и будет скидкой на косметические недостатки по кузову или мелкие неисправности. Так уж принято торговаться при продаже автомобиля. Размер торга справедливо определить из количества и масштаба недостатков автомобиля. Даже если недостатков нет, все равно будет полезно уступить покупателю 5-10 тысяч, чтобы ему было психологически проще принять решение о покупке вашего автомобиля. Для совершения сделки купли-продажи автомобиля достаточно составить договор купли-продажи в простой письменной форме, в который войдут данные продавца, покупателя и автомобиля. Также нужно вписать данные покупателя в свободное поле ПТС. Снимать автомобиль с регистрационного учета в ГИБДД сейчас не нужно. Заполнить договор или скачать пустой бланк, можно по ссылке на автору, я его оставлю в описании. Покупатель получает 2 экземпляра договора и один остается у продавца. Обязательно сохраните договор. Если покупатель просит не вписывать его в ПТС, скорее всего это перекупщик, который хочет сэкономить место в ПТС, а потом составит липовый договор от вашего имени со своим покупателем. В редких случаях это может попросить и подборщик, но чаще всего клиент подборщика лично приезжает на сделку и расплачивается за автомобиль, а также подписывает документы. Когда сделка совершена в простой письменной форме, автомобиль остается на учете на ваше имя. Законодательство дает покупателю 10 дней, чтобы поставить автомобиль на учет на свое имя. Если в течение этого времени покупатель не озаботился о регистрации автомобиля, то продавец может подать в ГИБДД заявление о прекращении регистрации автомобиля в связи с продажей, приложив договор купли-продажи. Эта процедура бесплатная. Не путайте эту процедуру с утилизацией. Процедура аннулирования учета безвредна и не влечет непоправимых последствий. Недостаток у этой схемы купли-продажи ровно один. Так как автомобиль 10 дней остается зарегистрирован на вас, то в случае нарушения ПДД новым владельцам штрафы с видеокамер будут приходить вам. Самый простой вариант договориться с покупателем об оплате штрафа, ведь все равно если вы оспорите этот штраф, ему придется его оплатить. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 дней со дня получения постановления. Для обжалования нужно составить заявление об аннулировании постановления об административном правонарушении и отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ЦАФАП Центра автоматической фиксации административных правонарушений, указанному в пришедшем постановлении. К заявлению необходимо приложить копию договора купли-продажи, в котором указана дата совершения сделки. Договор является доказательством того, что на момент нарушения вы уже не являлись собственником автомобиля. Если же вы решили идти по сложному пути совершения сделки, то покупатель должен получить талон ГИБДД на определенное время посещения. Вы вместе с ним отправляетесь в регистрирующее подразделение для совершения процедуры постановки автомобильного счета. Но это может быть не всегда удобно и продавцу, если он не может уделить посещению ГИБДД нужное время, и покупателю, если он, к примеру, приехал из другого города за автомобилем на один день. Тут сложно что-то советовать наверняка, ищите компромисс. В конце концов, потенциальный штраф можно оспорить, а искать нового покупателя может быть плохой идеей, особенно если вы продаете автомобиль, на который не очень большой спрос. Напоследок скажу пару слов о налогах. Если вы владели автомобилем более трех лет, то о налогах можно не беспокоиться. Если менее трех лет, то нужно подать декларацию 3НДФЛ, которой необходимо приложить копию договора, по которому вы купили машину, и копию договора, по которому машину продали. Причем, если вы продали автомобиль дешевле, чем покупали, то есть не получили прибыли, то налог оплачивать не придется. Но декларацию все равно нужно подавать. Декларация подается 30 апреля следующего года. Для удобного заполнения декларации рекомендую установить официальную программу ФНС «Декларация». Скачать ее можно по ссылке, которую я оставлю в описании. Друзья, если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Если я забыл осветить или не охватил какие-то интересные стороны купли-продажи автомобиля, пишите, и я постараюсь рассказать об этом в следующих видео. Личные вопросы вы всегда можете задать во ВКонтакте. Если видео вам понравилось, скиньте ссылку друзьям, которые планируют продавать автомобиль, и обязательно подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока!